И мы начинаем второй вебинар на тему, как работать с B2B-клиентами. Олег, нужна обратная связь. Как меня слышно? Как идет трансляция? Андрей, добрый день. Сейчас настраиваем еще дополнительный поток вещаний в Фейсбуке и на Ютубе, чтобы расширить аудиторию. Ждем еще всех опаздывающих. И тогда через пару минут начнем. Я еще тогда сделаю небольшое пояснение. Мы сегодня планировали разговаривать про разогрев лидов в длинных продажах. Но я подумал, что логичнее будет поменять местами эти два вебинара, тот, который у нас второй, и тот, который третий. И сначала рассказать о том, как мы можем общаться с людьми, которые важнее нас, которые круче нас, у которых есть деньги, к которым мы пришли сами за деньгами. То есть мы на первом вебинаре поговорили, как найти корпоративного клиента, как вычислить того человека, с которым мы можем общаться. На втором вебинаре мы поговорим о том, как настроить с ним общение, как с ним начать общаться на равных. И в третьем вебинаре мы поговорим о том, как поддерживать с ним отношения до того момента, когда он будет готов заключить сделку или когда в его компании сложатся обстоятельства для заключения такой сделки. Внешняя тема — маркетинг влиятельных. Как общаться с влиятельными людьми. Отмашку, что можно начать, когда мы настроили все вещание, когда всех собрали, и можно будет включать мой экран. Да, Андрей, давайте. Все готово. Можно запускать, расширивайте экран. Начинаем. Говорим о том, как работать с теми, кто круче тебя. Я сейчас перелистываю слайды. Это у вас на экране отображается? Да, все в порядке, Андрей. Тогда поехали. Итак, маркетинг влиятельный. Как работать с теми, кто круче тебя? На прошлом вебинаре я уже представлялся, то, что я занимаюсь корпоративными продажами с 2000 года. Это моя профильная деятельность, поэтому я уверенно рассказываю о том, что я делаю на различных курсах, вебинарах и конференциях. Если вам нужны мои контакты, можно щелкнуть по QR-коду, и вам в телефон запишется моя визитная карточка. Проскочим быстро слайды с тем, что я достиг. Так это вы можете посмотреть, если скачаете мою презентацию. Время на это тратить не будем. Как обычно, есть QR-код для того, чтобы отправить запрос на эту презентацию, или просто направить письмо на andreysobaka.com.ru с темой маркетинг влиятельных. Вы получите эту презентацию и еще пару небольших сюрпризов. Как обычно, перед вебинаром мы делаем письменное задание. Давайте запишем те вопросы, на которые вы хотите найти ответы через час, для того, чтобы настроить фильтр обработки информации. Давайте, 30 секунд для того, чтобы записать эти вопросы на листочек или на компьютер, или в компьютере. Фокус внимания и объединяет то, что знаете вы, и то, что слышите нового на стыке этих двух знаний. И будут рождаться новые идеи и новые задачи, которые нужно вам решить. Когда мы начинаем говорить про маркетинг влиятельных, мне говорят, ну, конечно же, тебе легко разговаривать с руководителями компании, когда у тебя такой широченный нетворкинг, когда у тебя тысячи знакомых, когда ты общаешься с журналистами, редакторами изданий, живешь в Москве, и вообще все у тебя круто и здорово. Но я позволю тебе напомнить, с чего начался мой проект, путь в работе с корпоративными клиентами. Я пришел лейтенантом запаса в небольшую региональную тифографию в городе, в котором живет 150 тысяч человек. На тот момент времени у меня был опыт работы охранником, у меня не было ни машины, ни собственного жилья, никаких связей вообще. И вот с этим со всем мне приходилось начинать работать с теми самыми корпоративными клиентами. Мне нужно было приходить в компании, в которых я общался с людьми в два раза старше себя. которые решают вопросы гораздо более весомые, чем те, с которыми я не приходил. Какие тут могут быть продажи большим клиентам? У меня сформировалась своя система, о которой я сегодня и расскажу. Первый шаг, который нужно сделать при работе с корпоративным клиентом, это нужно его внимательно изучить. Но на пути изучения клиента у нас есть несколько проблем психологических, которые нам нужно решить в себе. Первая проблема, которая живет внутри нас, это отсутствие любопытства. Мы разучились задавать вопросы, и мы разучились разговаривать с людьми в режиме почемучки. Вам нужно вернуть себе этот навык, потому что чем больше вопросов по существу, вы можете задать клиенту о контексте его работы, о том, как организованы процессы в его компании, о том, какие задачи он решает, о том, какие проблемы стоят, о том, какой опыт работы в подобных вам отраслях у него есть. Тем больше у вас будет возможности поддерживать разговор. Этот режим почемучки вам нужно включить в повседневную деятельность, научиться задавать вопросы относительно кнопок внутри приложений, относительно новых слов, которые вы услышали. Да хоть название улицы, по которой вы идете. Вы идете по улице Алябьева и не знаете, а кто такой Алябьев? И вы открываете Google и спрашиваете, кто такой Алябьев? И находите историю о русском музыканте, который написал известные романсы, и теперь у вас есть возможность рассказать кому-то о том, кто является автором известных строк. И то же самое с клиентом. Когда вы настроили повседневный режим задавания вопросов, вам легче разговаривать с ним, задавая не вопросы, на которые вы и так можете найти ответ на сайте, а задавать вопросы, которые вас действительно интересуют. Но когда мы начинаем задавать вопросы или когда мы переходим к теме вопросов, логично возникает вопрос, как не превратиться с этого мужика с лампой и не превратить наш разговор в допрос. Есть простой способ, каким образом вы можете узнавать о клиенте что-то новое, при этом не вызывая отторжения. Ходите первым. Вы можете сначала рассказать о том, что вы хотите узнать о клиенте, но сначала рассказать этот аспект о себе. Вы можете рассказать о том, какое образование вы получили, в каких войсках вы служили, каким видом спорта интересуетесь, за какую команду болеете, какую музыку любите слушать, каких художников знаете, что вы знаете о истории, что вы знаете о бизнес-процессах, что вы знаете о книгах, какие книги вы последние прочитали, какие курсы вы последние прошли. И когда вы начинаете рассказывать что-то о себе, вы тем самым закидываете мяч на сторону клиента, и тогда ему остается принять решение или ответить вам, или промолчать. Но большинство людей все-таки поддерживают разговор и отвечают. Поэтому, когда вы начинаете с себя, тем самым вы можете получить ответную реакцию от клиента. Следующая проблема, которая у нас есть с этими вопросами, что мы не можем поддерживать разговор. То есть мы приходим к этому корпоративному клиенту, садимся таки, и у нас на лбу написано, я тебе хочу что-то продать. И мы весь разговор сваливаем в контекст заключения договора, проведения тест-драйва, собрания каких-то комиссий. Вместо того, чтобы спросить у клиента что-то, интересующее его или что-то, вокруг чего можно будет построить разговор. К сожалению, все наши вопросы ограничиваются, как дела, нормально. Как погода, нормальная погода. Вот и поговорили, вот и разговор не можем поддержать. На самом деле нужно научиться спрашивать. Я рекомендую книгу «Продающие вопросы», которая рассказывает о том, как задавать вопросы в контексте различных форм беседы или в контексте различных этапов взаимоотношений. Когда вам нужно получить какой-то результат от клиента или от вашего собеседника, у вас есть свой набор инструментов, свой набор вопросов, которые нужно задавать. Или свой набор вопросов, который поможет поддержать беседу, поможет поддержать коммуникацию. Рекомендую «Полчери, продающие вопросы». Еще один способ, который поможет вам задавать вопросы и так, чтобы клиенту на него или вашему собеседнику было интересно ответить, это когда вы связываете вопрос с будущим или с прошлым. То есть вы не спрашиваете, как сейчас. Вы задаете вопрос, а как ты думаешь, это изменится? Что это тебе даст? Как это повлияет на ваши доходы? Что должно измениться, если вот это вот произойдет? Что новое появится и что исчезнет? Тогда ваш собеседник включает фантазию, он уже начинает разговаривать с точки зрения будущего, он уже не дает каких-то обещаний, он уже фантазирует. А как только запускается креативная мысль, как только запускается фантазия, так у человека снимаются барьеры. Ему сложнее начинать контролировать себя, сложнее контролировать то, что он говорит, и он перед вами раскрывается. Второй вариант, который я назвал, это связь с прошлым. Вы спрашиваете человека, а почему вы это выбрали? А что повлияло на ваше решение? А что вы тогда чувствовали? А может быть, вы поступили иначе в этом ситуации? Что вы хотите запомнить? Что вы хотите повторить? И о чем вы сожалеете? И та же история, что с фантазией человек включает свою память, свои воспоминания, он начинает разговаривать о том, что было его в бизнесе, как эта задача раньше решалась, кто приходил до вас, как у них это получалось? Вы разговариваете с человеком о том, как он оказался на своем месте или как он решает, или что он делал для того, чтобы прийти к тому положению вещей, которое сложилось прямо сейчас. Вопросы, адресованные к прошлому и будущему, помогают вашему собеседнику раскрыться. Поэтому думайте о том, как заглянуть в прошлое и как заглянуть в будущее. Следующая проблема, которая у нас есть в разговоре с нашим клиентом, в беседе с нашим клиентом, когда мы начинаем собирать информацию о нашем клиенте, это проблема с фокусом внимания. Мы часто смотрим не туда. Мы часто фокусируемся не на той точке, хотя клиент нам подбрасывает массу информации. Он нам на блюдечке с голубой каемочкой преподносит какие-то ответы о себе, а мы их не видим. У него в кабинете есть какие-то признаки статуса, у него на руках надет какие-то предметы, он в какой-то одежде, он мимоходом рассказывает о том, как устроено взаимоотношение в его компании, или мимоходом рассказывает о проблемах, которые у него на стыке работы и личной жизни. Но мы их не видим. Если мы научимся фокусировать свое внимание на клиенте, на том, что он говорит, не отвлекаться на свои мысли, не улетать куда-то в свои собственные задачи, а находиться здесь, сейчас слушать клиента, что он говорит, фиксировать у себя в памяти, то вы после каждого разговора будете выходить вот с таким вот списком новых фактов, которые сам же ваш собеседник рассказал о себе. Если вы сможете это делать, то в дальнейшем вы сможете использовать эти факты для общения с клиентом. Вы его изучаете. Что вам поможет... Так, не понял. Блокировалось листание по стрелкам. Что вам поможет концентрировать, научиться концентрировать внимание? Во-первых, рекомендую еще одну книгу. Это Люси Джо Паладина «Максимальная концентрация». Она рассказывает о том, каким образом нам уходить из состояния скуки и возвращаться в настоящее. И каким образом изолировать влияние беспокойства, которое тоже рассеивает наше внимание. Между скукой и беспокойством наше состояние постоянно мечтает и убегает. И если существующая работа или скучная, или непонятная, то когда наше внимание из него пытается убежать. Как это сделать, как вернуться на место, рассказывается в этой книге. Очень рекомендую. Еще один момент, который важен для того, чтобы научиться тренировать своего внимания и смотреть за всеми деталями. Это интересный тест, который проводился в одном из студентов, со студентами, когда просили определить людей, везучие они или нет. И людей перед тестом просто спрашивали, ты везучий или неудачник? Если человек говорил везучие, мы говорили налево в эту комнату, если он говорил, что неудачник, то направо в эту комнату. Обеим группам людей, которые сами себя оценили везущими и неудачниками, дали одно и то же задание. Дали здоровенный журнал с объявлениями, примерно вот такой, и попросили посчитать, сколько в этом альманахе объявлений от определенной компании. Что получилось в результате? Те люди, которые назвали себя везучими, справились с заданием в разы быстрее, да еще и получили дополнительную оплату, потому что на одной из первых страниц этого альманаха в стороночке стояло объявление, в котором было написано. Дальше можете не читать, потому что дальше можете не читать. В этом альманахе 25 объявлений этой компании. стояла звездочка внизу с носком мелким текстом и было написано. Если вы покажете этот текст руководителя исследований, то получите дополнительную оплату за исследование. Внимательность, способность видеть детали, способность концентрироваться не только на том, что тебе говорят, но и на том, что происходит вокруг. Это отделяет людей, везучих от неудачников. Чем более вы внимательны, тем больше возможностей вы видите, тем больше подсказок вы слышите, тем больше видите способов, каким образом повлиять, выстроить отношения с человеком, каким образом собрать дополнительные данные о нем. То есть вы становитесь везучим и по жизни тоже. Это хороший мотив для того, чтобы развить в себе дополнительную внимательность. Еще один инструмент, который вам помогает быть внимательным, находиться в состоянии здесь и сейчас, это медитация. Без всякой метафизики, без всякой эзотерики. Упражнение, когда вы концентрируетесь на своих мыслях, на состоянии здесь и сейчас. Вы уже не даете улететь своим мыслям в будущее, какое-то планирование. Вы не даете своим мыслям улететь в прошлое, в какие-то воспоминания. Вы всегда себя возвращаете в равновесное состояние здесь и сейчас. Чем чаще вы это делаете, чем дольше вы это практикуете, тем проще вам в беседе с человеком находиться здесь и сейчас, слушать его, каждое его слово и запоминать то, что он вам говорит. Еще одно упражнение, которое, еще что вам помогает сохранять внимание, это небольшие приложения, небольшие игрушки типа IQ, Меморанд, Нейронейшн или Люма-Сити, в которых есть конкретные задания на распределенное внимание. Держать в фокусе внимания сразу же несколько элементов и не упускать их. И когда вы это делаете, то точно так же в жизни вы можете слушать человека, смотреть уже за своими мыслями, наблюдать за своими действиями и обдумывать то, что вы говорите. Ваше внимание становится распределенным. Прокачивайте свое внимание для того, чтобы научиться собирать данные о клиенте. Следующая проблема в сборе данных о клиенте это проблемы со словарным запасом. В чем суть? В том, что когда мы смотрим на что-то, мы просто видим какую-то картинку. Но если мы просто посмотрели на картинку, если мы просто посмотрели на какой-то объект, если мы просто скользнули по нему взглядом, он не запомнился. Это вылетает из вашей памяти. Взгляд проскользил, не остановился, не зацепился, вы это не записали на подкорп. Но чтобы запомнить, надо описать. И вот тут возникает проблема. Мы не можем из памяти быстро вытаскивать слова, которые описывают конкретные объекты. Ну вот, посмотрел ты на человека, увидел у него какой-то значок. И ты просто этот значок даже не описал у него на лацкане пиджака. Ты увидел какую-то деталь в его одежде, ты увидел какую-то деталь в его мимике или в его физиогномике. Ты увидел какую-то картину на стене или какой-то диплом, который у него висит. Ты это не описал, и ты это забыл. Поэтому задача – развивайте словарный запас, который помогает вам быстро запоминать или описывать какие-то вещи. Попробуйте самую простую игру. Идете по улице, едете в машине, смотрите на объекты и называете их прилагательным и существительным. Какой предмет? Какой предмет? Какой предмет? Вы увидите, как быстро у вас закончатся способности выхватывать из визуального потока конкретные объекты и давать им конкретные маркеры. Но чем чаще вы это делаете, тем проще вам это будет делать в диалоге, когда вы встречаетесь с человеком на конференции, когда вы разговариваете с ним на встрече, на переговорах или когда вам дают возможность провести какую-то презентацию. Следующая проблема, которая у нас есть, даже если мы что-то записали, даже если мы на что-то обратили внимание, у нас это не запомнилось. Мы не можем потом вытащить это из памяти и использовать. Поэтому нужно подключать дополнительные костыли, дополнительные технические возможности, которые у вас есть в телефонах, в записанных книжках. Нужно записывать то, что вы видите, записывать то, что вы заметили. По-моему, на предыдущем вебинаре мы рассказывали о том, что у вас есть телефонная книжка, есть упражнение, когда вы описываете факты, которые узнали о человеке в свою телефонную книжку в раздел «Заметки». Поговорили с человеком? Вышли? Записали? Иначе забудете. Вы не сможете запомнить все факты, на которые обратили внимание на этой встрече. Если вы даже запомните один-два, остальное забудете. Если запишите, запомните все. Поэтому, когда мы говорим про исследование, нужно разобраться со своей внимательностью, со своим словарным запасом, со своим и со способами запоминания, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию. Итак, когда мы собрали, когда мы научились собирать информацию о клиенте, чтобы потом ее использовать в разговоре с ним, можно переходить к следующему шагу, который важно отметить. Продай себя. Как вы знаете, в корпоративных продажах существует определенная лестница, когда вам преждевременно рассказывать о товаре с первых шагов. Сначала нужно продать себя, потом нужно продать команду и только в конце концов продать товар или услугу. Если мы разговариваем с корпоративным клиентом, он прежде всего покупает вас, покупает человека, который будет вести его проект, покупает человека, который будет отвечать своей головой за его исполнение, за решение всех непредвиденных задач, который будет гарантом того, что команда за его спиной создаст необходимый продукт. Продукт на рынке одинаковый делает масса компаний. Команд, имеющих определенный опыт на рынке, масса. Людей, которые заинтересованы в решении задачи вашего клиента, очень мало. Будете вы таким человеком или нет, зависит от вас. И вам нужно в первую очередь продать себя, чтобы человек захотел работать с вами, чтобы когда вы вышли из его кабинета, он сказал, я хочу работать с ним. И если он будет, если он захочет работать с вами, то тогда он захочет воспользоваться и вашей командой, и продуктом, который ваша команда создает. Что у нас есть для того, чтобы продать себя лучше? Ну, во-первых, форма одежды в корпоративных клиентах без пиджака и без галстука никуда. Предупреждаю, пиджак, просто пиджак не подает. Должен быть хороший пиджак из хорошей ткани, который сидит по фигуре, который не мнется, который не висит. Потому что если вы просто оденетесь в дешевый костюм, который на вас будет висеть мешковато и сомнется после поездки в машине к вашему корпоративному клиенту, это окажет прямо противоположный эффект. Неряшливость здесь исключена. Пиджак, костюм на вас должен сидеть. Идеально он должен быть продолжением вашей фигуры. Второй момент, который помогает вам себя продать, это признаки статуса. Где вы участвовали? В каких ассоциациях вы состоите? Какие награды вы получили? В какие жюри вы входите? Какие проекты вы закончили? Чем больше у вас признаков статуса, чем больше у вас есть вот этих вот ярлыков, которые вы на себя можете повесить, тем легче вам продать себя. Если нет статуса, пожалуйста, можно добавлять особую деталь. Когда вы еще ни в ассоциации не входите, ни крупных клиентов не заполучили, ни награды никакие не получили. Окей, если посмотреть вот на эту фотографию, то можно увидеть, когда я только начинал свой путь в маркетинге, я себе сделал вот такой вот хвостик. Видите, там над плечом? Небольшой, свисающий на одно плечо, но зато всегда обращал на себя внимание. С одной стороны, был и в костюме, но при этом был несколько креативным, под которым имел свою деталь, по которой меня запоминали. Следующий момент, который вам поможет продавать себя в разговоре с клиентом, это оптимистичная форма мышления. Никакого занудства, никакого уныния, только уверенность, только способность, только азарт от того, что перед вами стоит новая задача. Никакого испуга. Чем проще вы держите себя на встрече с таким клиентом, чем легче вы улыбаетесь, чем проще подбираете слова, чем меньше мямляетесь, чем увереннее вы говорите, тем клиенту больше и больше хочется работать именно с вами, потому что люди с позитивным взглядом, люди с уверенной жизненной позицией притягивают к себе других людей. Поэтому смотрите, что вы можете для себя сделать, смотрите, каким образом вы это можете развить и заходите в кабинет любого корпоративного клиента с улыбкой. Еще один момент это голова и осанка. Продолжение вашего оптимизма. Никакой сутулости, никакой поникшей головы, прямой взгляд, расправленные плечи, как военные на плацу. Держите голову и осанку. Это ваша уверенность и это говорит о том, что с вами стоит иметь дело, вы знаете себе цену. Что еще помогает себя продавать? Лифтовая презентация, которую вы сделаете на 5 баллов. что вы можете быстро сказать о себе. Это у вас должно быть не только записано, но и должно быть отрепетировано, посажено на язык. Попробуйте, возьмите диктофон, произнесите несколько раз свою лифтовую презентацию, послушайте себя, получается ли не получается. Можете ли вы эту лифтовую презентацию рассказать своей маме или своему ребенку, насколько это будет восприниматься, насколько это будет звучать естественно, и человек не усмехнется, услышав какие-то пафосные или надуманные фразы. Поэтому нормальная человеческая речь, лифтовая презентация о том, кто вы делаете, чем занимаетесь и чем вы полезны. Что еще помогает вам продавать себя? Это история и кейсы. У вас должны быть свои рассказы о том, как вы реализовали те или другие проекты. Именно истории помогают добавить ценность вам как специалисту. Когда вы рассказываете, как вы решали какую-то конкретную бизнес-задачу своего клиента, как вы решали конкретную задачу, как вы руководили каким-то проектом, какие интересные события возникали во время этого проекта, что смешного было во время этого проекта, где вы испытывали страх или где вы испытывали азарт. Когда вы рассказываете историю, люди их слушают. По оценкам издательств, когда я выпускал свою первую книгу, мне рассказывали, что на вершинах рейтингов бестселлеров стоят книги, рассказывающие истории. Как кто-то дошел до какого-то результата? Расскажите о том, как вы доходите до результата. Люди любят слушать истории, и эти истории добавляют вам ценности. Когда вы сможете рассказать о том, с каким результатом вы дошли до той или иной задачи, каким путем вы дошли, какими способами, люди понимают, что вы это сделали, вы это прожили, вы это пережили, и, соответственно, вам можно доверять. Что еще помогает себя продавать? Краткость. Многие продавцы стараются рассказать, как можно больше о всех достоинствах своего продукта посмотреть. У нас вот здесь хорошо, вот здесь хорошо. И клиент просто слово не успевает ставить. А продавец боится, что его перебьют и просто тараторит без остановки. Дайте паузу клиенту, дайте возможность ему обдумать, что вы сказали. Научитесь делать остановку. Сказав конкретную фразу, дайте ему возможность ответить. Посмотрите на то, что вы говорите. Отработайте дома те фразы, которые сидят у вас на языке. Если вы можете сказать кратко и уверенно, а потом остановиться и замолчать, появляется возможность отреагировать, и у вас появляется возможность создать диалог. Будьте краткими, потому что многословие снижает вашу ценность и снижает желание разговаривать с вами, потому что вы не даете сказать ничего в ответ. Поэтому учитесь краткостью. Следующий пункт, который помогает себя продавать, это не выпячивать, конечно, недостатки, но и не прятать их. В Японии есть замечательное искусство кинцуги, когда склеенная посуда, в которой швы выпирают наружу, ценится гораздо больше, чем новая. Когда вы используете, когда вы рассказываете о своих недостатках, вы включаете поговорку за одного битого, двух небитых дают. Вы прошли через какие-то ошибки, вы получили какую-то проблему, вы ее решили. Вы знаете, чего вам не хватает, и вы над этим работаете. Вы не пытаетесь сделать себя идеальным. Вы показываете человеку все неидеально, все совершают ошибки, но, зная ошибку, можно ее исправить. И снова, внимательность в продаже себя, точно так же, как и внимательность в сборе информации о клиенте. Внимательность повышает ваши шансы победить не только в сборе информации, но и в продаже себя, потому что внимание — это гипноз. Наверняка у вас были случаи, когда вы находились или общались с человеком, который внимательно вас слушает, ни на что не отвлекается, не достает на телефон, не отводит на вас взгляд. Как не отводит от вас взгляд? Как бы вы, когда бы вы не подняли и не встретились, когда бы вы не подняли глаза на его лицо, вы встречаетесь с его внимательным взглядом. Внимание — это гипноз, гипнотизирует клиента, и он понимает, что в условиях всеобщего дефицита внимания, о том, что ему приходится стучать кулаком по столу, повышать голос для того, чтобы привлечь внимание других людей, ему этого делать не надо. Вы его слушаете, и тем самым вы продаете себя. Вы повышаете свою ценность, потому что таких людей, слушающих, очень немного. Будьте таким человеком и не отводите взгляд от своего клиента, гипнотизируйте его своим взглядом. Еще что вам может помочь продемонстрировать внимательность, это ведение конспекта при разговоре. Не стесняйтесь сказать клиенту, секундочку, я записываю, будьте добры помедленнее, я сейчас зафиксирую. Научитесь скрайбингу, когда вы фиксируете элементы вашего разговора. Научитесь составлять блок-схемы, научитесь визуализировать то, что рассказывает вам клиент. Это, во-первых, продемонстрирует, что вам не безразличен его разговор. Во-вторых, это покажет о том, что вы системный человек, и вы можете запоминать все, что вам сказали. И в-четвертых, и в-третьих, вы сами же сфокусируете свое внимание. Очень сложно отвлекаться от другого человека, от того, что он вам говорит, когда ты пытаешься за ним записывать. Вы не пропустите ни одного слова, если будете вести конспект. Еще одно правило, которое поможет вам сфокусировать внимание, удерживать внимание на клиенте, это правило 30 секунд. Его тоже нужно вводить в повседневность. Попробуйте после контакта с любым источником информации, разговор с близким человеком, прочитанная статья, прочитанная новость, посмотренный фильм, прочитанная книга. Делать вывод и за 30 секунд произносить ключевую мысль, которую вы извлекли из этого источника информации. Не надо рассказывать, не надо составлять конспект. Нужно всего лишь за 30 секунд сказать, самое важное, что было для вас в этом источнике информации. Когда вы знаете, что вам в конце разговора нужно будет за 30 секунд изложить ключевую мысль, ваш фокус внимания находится на этом источнике. Он все время будет понимать, мне нужно сформулировать ключевую мысль. И если вы это освоите, то тогда вам будет проще удерживать внимание и не рассеиваться. Еще один способ продемонстрировать свое внимание, это продолжать разговор за своего клиента. Как понял, повтори. То есть вы своими словами говорите, что он только что произнес клиент. Позвольте, я правильно понимаю, вы сейчас сказали, и своими словами говорите, что вы сейчас услышали. Вас или поправят, или скажут, да, все верно, вы не ошиблись, вы прекрасно повторили то, что я сказал. И вы знаете, что будет высшим пилотажем, когда вы длинную речь клиента или 15 минут его разговора, или 10 минут, или 5 минут будете упаковывать в 30-секундный вывод. Когда вы за минуту сможете дать четкий конспект разговора, изложенного материала, и клиент будет проникаться к вам доверием. Если вы его внимательно слушали, если вы можете упорядочить его информацию и выложить ее кратко, с вами можно работать. Все вот это вот проявляется тогда, когда у вас есть неподдельный интерес решить задачу. Когда каждому клиенту, каждой продаже вы приходите как к головоломке, которую вам интересно разобрать. Здесь смешивается и ваш профессиональный подход, и ваше позитивное отношение. Когда вы воспринимаете это как игру, когда вы не боитесь того, что вы сейчас не разберете эту головоломку, не разберете сейчас, разберете в следующий раз. И это видно, это считывается, каким человеком хочется работать, и такого человека покупают. Итак, мы продали себя, теперь нужно расположить себе. То есть одно дело просто там хотеть работать с человеком, это одно. Как говорится, еще нужно, чтобы было психологическое желание или психологическое готовность к такой работе вести. Как себе, как располагать к себе, как сделать, чтобы клиент не только вас купил, но и захотел с вами работать. Первый важный момент опирается вокруг рекомендации, крошки и ноты, которые явно что-то знал про дружбу, которая начинается с улыбки. Если мы посмотрим на рекламу любого мессенджера, то мы увидим что-то вот примерно такое. В мессенджере показано, что все люди разговаривают друг с другом с улыбкой. Но почему-то в жизни мы видим нечто другое. Люди вообще не держат улыбку, люди растекаются своим лицом по экрану, и смотреть на них не очень-то и приятно бывает. Я понимаю, почему многие люди не выходят в видеоэфир, хотя такая возможность есть. И, конечно же, тут можно возразить. Улыбка — это такая штука, которая вот в рекламе нужна, которая нужна в маркетинге, но в жизни мы не американцы. Нам не нужно улыбаться в 32 зуба. Это выглядит неестественно. Нужно нормально охранить спокойное лицо. Я работаю, я пришел не на Comedy Club, я не нанимался для того, чтобы смешить своих собеседников. Мне достаточно быть спокойным. Вы знаете, какая проблема возникает со спокойствием? Давайте мы сейчас пройдем тест. Возьмите, пожалуйста, свой смартфон. Возьмите. Вот прямо сейчас. Возьмите свой смартфон. Закройте глаза, сделайте спокойное лицо и сделайте селфи. Сфотографируйте у себя свое спокойное лицо. И посмотрите, что получилось. Обычно наше спокойное лицо нас самих удивляет. А все дело в том, что против нашего спокойного лица работает сила притяжения. Мы не знаем правила улыбки на телевидении. А правило улыбки на телевидении гласит следующее, что если ты чувствуешь спокойное выражение лица, то ты хмуришься. Если ты посчитаешь, что ты слегка улыбнулся, то твое лицо приняло спокойное выражение. А если ты начинаешь улыбиться в 32 зуба, тебе кажется, что ты прямо весь расплылся в улыбке, то на твоем лице появилась лишь легкая улыбка. Дело в том, как я уже сказал, против нас работает сила притяжения. Расслабив свое лицо, наши уголки губ опускаются вниз, наши брови опускаются вниз, нижняя губа немножечко оттопыривается, придавая капризное выражение лица, лоб начинает нависать. В общем, наше лицо принимает хмурое выражение. Нам кажется, что мы спокойны, потому что наши мышцы расслаблены. Но на самом деле мы хмуримся. Как только мы начинаем себя напрягать, и нам кажется, что мы улыбаемся, и на самом деле мы только выровняли свое лицо. Поэтому ведите себе упражнение. Посмотрите на себя с утра в зеркало и попробуйте поулыбаться самому себе. Закройте глаза, улыбнитесь, откройте глаза, посмотрите, что на вашем лице написано. Научитесь чувствовать то самое напряжение, которое возвращает вашему лицу спокойное выражение, легкую улыбку, которая позволяет вам выглядеть доброжелательно, как в любой рекламе. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, вот скан моего паспорта, посмотрите, на мое лицо от улыбки очень далеко. Я считал, что нормальный мужик должен быть хмурым, а лицо должно быть конкретное. И нечего мне тут на лице натягивать всякие улыбки. Надо. Но если вам трудно улыбаться, есть еще одна альтернатива улыбке, это наклоненную сторону голова. Она, в общем-то, говорит нам, что объект напротив нас не боится и готов, в общем-то, поиграть и не воспринимает общение с нами как угрозу. Вот эта собака явно не собирается вас кусать. Поэтому если вы разговариваете с человеком, слегка наклонив голову, то вы тем самым еще демонстрируете и любопытство к разговору с ним. Мы наклоняем голову, когда нам что-то интересно. Поэтому, опять же, перед зеркалом посмотрите, как вы себя, какое ощущение в мышцах, на какую сторону, в какую сторону склоняет вашу голову и на сколько. Вспомните фильм «Стажер» с Робертом Де Ниро, в котором ему сказали о том, что начальница прямо там, нет, не переносит, когда кто-то смотрит на нее, не мигая, и нужно как-то моргать. И он перед зеркалом каждое утро тренировался разными стилем моргания, находил тот самый, то самое моргание, которое будет выглядеть естественным, а не глупым, для того, чтобы почувствовать, как работают эти мышцы. Поэтому, что улыбка, что наклон головы, чувствуйте. И еще один способ. Это поднятая бровь, которая точно так же, или поднятые брови, которые точно так же демонстрируют любопытство и удивление тем, что говорит человек. Попробуйте, что значит держать брови. Это то же самое, что с улыбкой. Чем старше мы становимся, тем ниже опускаются наши брови, тем более хмурым становится наш взгляд. Чем дальше, тем более важно научиться держать брови открытыми, а не нахмуреными. Опять же, это способ расположить к себе. Если у вас достаточно признаков статуса, и если клиент хочет работать с вами, вы можете не заморачиваться тем, как вы выглядите. Но если вы хотите работать с клиентом, если вы хотите расположить его к себе, будьте добры, поработайте над своей привлекательностью. Еще один момент, который помогает нам расположить к себе клиента, это использование имени. И здесь даже не про советы японцев, что в разговоре нужно произнести имя человека не меньше девяти раз. И не нужно здесь механически пытаться вернуть человека к разговору. Вопрос, во-первых, в уважении, потому что мы запоминаем, забываем имя человека, которого нам представили, а потом разговариваем, не используя его имя. Сколько раз у вас такое было? Вас познакомили, а вы через пять минут разговора не можете вспомнить, как человека зовут. Поэтому нужно осваивать способы упражнения, запомнить имя. Зачем еще нужно запоминать имя? Имя держит фокус на вашем разговоре. Потому что, когда мы рассказывали о том, что мы не умеем держать фокус и отвлекаемся на свои мысли, разговаривая с клиентом, и упускаем что-то важное, что он нам говорит, и он видит, что мы отвлекаемся, то же самое справедливое и клиенту. Когда вы пытаетесь рассказать что-то важное о своем предложении, когда вы доводите там самые бронебойные аргументы, что нужно работать с вами, в это время его внимание куда-то улетело, и он вас прослушал. Так вот, имя постоянно возвращает фокус внимания. Вы, наверное, попадали в такую ситуацию, когда находитесь в шумном помещении, вокруг гул голосов, и вдруг где-то в одном из углов произносят ваше имя, и вы оборачиваетесь. Вы свое имя отлично выхватываете из гула голосов. И точно так же, имя, которое вы используете в разговоре со своим собеседником, выхватывает его внимание из водоворота мыслей, которые пытаются его отвлечь. Вы с помощью имени возвращаете внимание клиента на себя. Как запомнить? Используйте мнемонические способы запоминания имени. У меня есть простой. Когда мне представляют человека, например, это Сергей Витальевич, я представляю себе своего одноклассника Сергея и своего там одноклассника, и своего знакомого Виталия. А затем представляю себе какую-нибудь картину, где они вместе что-то делают. Может быть, они дерутся. Может быть, они сидят на шее друг у друга. Может быть, они вдвоем стоят на голове. Может быть, один другого держит на руках. Ну, в общем, мне нужно представить какую-нибудь картинку. И чем более она вызывающая, и чем более абсурдной она будет, тем легче эта картинка врежется в мою память. И тогда, по ходу разговора, я всегда могу вспомнить, что этого человека, вызвав эту картинку в голове, я всегда могу вспомнить, что этого человека зовут Сергея Витальевича. И всегда в разговоре я могу использовать его имя. Кстати, Сергей Витальевич, а вы можете рассказать мне про... А вы согласны с этим, Сергей Витальевич? Сергей Витальевич, всего хорошего, приятно было познакомиться. Кто называет ваше имя при прощании? Очень небольшое количество людей. Потому что к моменту прощания люди забывают, как вас зовут. Ну, они не могут извлечь из памяти достаточно быстро. А если вы это можете сделать, то вы располагаете к себе. Ну и я уверен, что вот эти вот правила вы точно знаете. Этот слайд я в презентации оставил для того, чтобы только лишь напомнить, что правила Глеба Жеглова справедливы к любой межличностной коммуникации. Всегда улыбайся, слушай и старайся разговаривать о самом своем седнике. Найди тему, которая ему интересна и искренне интересуйся человеком. Если вы это сделаете, вы сможете продать себя, в том числе и корпоративному клиенту. Еще одна вещь, которая помогает вам продать себя, расположить к себе, это элементарная вежливость. Когда в разговоре с клиентом вы встаете, если вдруг в кабинет кто-то еще вошел. Когда со встречи кто-то выходит, вы встаете для того, чтобы попрощаться с человеком. Когда вы говорите «здрасте» не сквозь зубы, а говорите «добрый день», когда вы прощаетесь, когда вы не стесняетесь протянуть руку к человеку и пожать ему руку. Когда вы смотрите на него и благодарите за то, что он сделал для вас. Большое спасибо за то, что вы поделились со мной этой информацией. Кто из нас благодарит любого человека за то, что он дал какую-то информацию или поделился какими-то важными сведениями. Дальше. Когда мы разговариваем с другими людьми, важно знать принципы социального влияния для того, чтобы управлять их, для того, чтобы управлять разговором или для того, чтобы управлять пониманием другого человека или для того, чтобы получать какую-то обратную связь, которая вам необходима. Правила социального влияния хорошо описаны в книге Роберта Чалбини «Психология влияния». Поэтому я рекомендую ее прочитать. Большое спасибо. Итак, социальное влияние. Что мы можем делать такого, чтобы направить разговор по нужному нам руслу? Во-первых, важный момент, мы не манипулируем другим человеком. Мы не пытаемся манипулировать. Если мы будем с точки зрения манипуляции разговаривать с корпоративным клиентом, он это быстро почувствует. Все корпоративные клиенты очень прожженные. На них не действуют всякие фишечки, всякие фразы, которым учат на тренингах. Они эти фразы уже слышали десятки, сотни раз. Они уже прекрасно умеют им противодействовать. Поэтому не манипулируем, а принципы социального влияния мы просто знаем, для того, чтобы правильно строить наш разговор. Почему работают принципы социального влияния? Потому что человек находится в потоке своих собственных мыслей, и в течение дня он не осознает себя. Вот это вот понятие осознанности — это проблема не только нас, не только проблема повседневности, но и проблема любого другого человека в рабочем режиме. Не было бы проблем осознанности, не было бы столько курсов по поводу того, где взять осознанность и как жить в настоящем моменте. Из-за того, что человек находится вне настоящего момента, его мозг многие действия совершает на автомате в соответствии с теми паттернами, которые были заложены тысячелетиями эволюции или тысячелетиями нашего социального общения. Что мы можем использовать? Во-первых, нужно использовать правило «ты мне, я тебе». Когда, если ты хочешь что-то получить от человека, тебе сначала ему нужно что-то отдать. Подумайте о том, чем вы будете делиться. Мы об этом подробно поговорим на следующем вебинаре про разогрев лидов в длинных продажах. Но пока отметим важный момент, что для того, чтобы поделиться, не нужно что-то иметь. И заблуждение дяди Федора нужно исключить. Для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. На самом деле, деньги вам не нужны для того, чтобы чем-то делиться. Вы можете делиться своей экспертизой, вы можете делиться своим хорошим настроением, вы можете делиться своей уверенностью, своими советами, вы можете делиться своими взглядами. Вы можете делиться даже отходами деятельности своей компании. Если будет интересно, то в обратном письме напишите мне, и я вышлю вам ссылку на статью про отходы деятельности для доверительного маркетинга. Как я уже сказал, на следующем вебинаре в конце недели мы поговорим о том, как подогревать льды в длинном цикле продаж. И там мы расскажем про все вот эти вот инструменты, что вы можете отдавать клиенту, рассчитывая на его дальнейшую взаимность. Если не терпится об этом прочитать, то вы можете отправить заявку на мою книгу «Маркетинг по любви». Там рассказаны 70 способов, чем бизнес может поделиться со своим клиентом. Второй принцип социального влияния – это люди делают то, что делают другие люди. Когда вы рассказываете своему клиенту про то, что делали ваши клиенты, когда вы демонстрируете свое портфолио, когда вы легко оперируете отзывами своих клиентов или даете ссылки на эти отзывы, когда вы приводите кейсы, про которые мы говорили в начале, когда у вас есть в рукаве статистика, которая подтверждает количество ваших клиентов или долю клиентов, которые пользуются той или иной услугой, принимают те или иные решения, когда у вас есть эти все кейсы и портфолио, заложенные в скрипты, когда это у вас посажено на язык, когда вы рассказываете, в каких тендерах вы участвовали и какие тендеры вы побеждали, вы тем самым демонстрируете «смотрите, моими услугами пользуются другие». И тогда человек хочет делать то, что делают другие. Ссылайтесь на клиентов, которые уже прошли по этому пути. Следующий принцип социального влияния – это принцип последовательности. Сказал А, говори Б. Если человек начал что-то делать, ему хочется довести это до конца, и вы начинаете подкреплять решение человека, которое он сделал. В разговорах это используется с помощью правила трех «да». Наверняка вы про них слышали. Когда человек согласился с одним, вторым, третьим утверждением, ему легче согласиться со следующим. Следующий принцип, который нужно использовать – это принцип авторитета. когда вы начинаете ссылаться на различные достижения или на различные элементы статуса. В рекламе это активно используется, когда люди в белых халатах рассказывают про любые другие товары. И вы знаете, что в законе о рекламе запрещено использовать образ человека с халатом в рекламе товаров, не связанных с медицинскими услугами. Именно по этому принципу. Потому что мы можем говорить, да, не подействует на меня чужой халат, но из-за того, что будет человек в белом халате рассказывать мне про страховые услуги, я на это не куплюсь. Из-за того, что человек в форме будет мне рассказывать какое-то коммерческое предложение, я на него не соглашусь. Но это не так на самом деле. Опыты показывают обратное, что человек в состоянии неосознанности, в состоянии рассеянного внимания не обращает внимания на эти признаки статуса, и его мозг принимает решение за него. Как я уже говорил, элементом статуса может быть и форма одежды. Элементами авторитета, которые вы демонстрируете со своей точки зрения, могут быть ваши публикации в благосфере, могут быть ваши выступления, участие в рейтингах, членствах в ассоциациях, то, что вы являетесь преподавателем какого-то вуза, или пускай вы ведете какой-нибудь курс, то, что вы выигрывали, или даже участвовали в каких-то конкурсах, выходили в шорт-лист, в лонг-лист, или просто подавали заявку на какой-то конкурс, а того, что у вас есть какие-то конкретные клиенты, то, что вы добились каких-то результатов в своей работе, или, может быть, даже написали какие-то книги, это все элементы вашего авторитета. Чем больше таких признаков вы присваиваете, чем больше таких признаков вы зарабатываете, тем более авторитетным и весомым становятся ваши слова в разговоре с клиентом. Вы знаете, мне часто спрашивали, спрашивали в ответ на мой тезе, что я вот публиковал статьи на Forbes, и мне задавали вопрос, много ли клиентов тебе приходило с этого Forbes? То есть, ну вот ты писал статью, потратил силы для того, чтобы там опубликоваться, и сколько клиентов? Знаете, ни одного. Но именно статья или авторство в Forbes, введение колонки в Forbes, помогало мне на самых разных встречах произносить примерно такую фразу. Вы знаете, кстати, этот вопрос я раскрывал на своей последней статье на Forbes. Если хотите, я вам могу ссылочку выставить. И клиент спрашивает, вы на Forbes публикуете? Да, на Forbes. И вы понимаете, как меняется весомость твоего утверждения. Поэтому зарабатывайте свой авторитет, нарабатывайте свой авторитет, если вы хотите влиять на решение людей в B2B-продажах. Ну и снова про улыбки. Предпоследний принцип в социальном влиянии это принцип симпатии. Когда мы легче принимаем решения положительные в отношении того, что нам симпатично. Челбини рассказывает об этом, что не бывает несимпатичных мошенников. Даже если он некрасивый, он, блин, все равно симпатичный. Потому что люди доверяют тому, кто симпатичный. Люди не доверяют несимпатичным людям. Люди их опасаются. И это относится не только к людям, не только к вашему лицу, не только к вашему выражению. Это и про аккуратный, красивый дизайн, который вызывает симпатию в вашей визитке, вашей одежды, вашего презентационного каталога. Это и ваши тексты, которые написаны на вашем сайте, которые написаны в вашем коммерческом предложении. Насколько их легко читать, насколько легко они воспринимаются, и насколько они симпатичны вашему мозгу. Мозгу другого человека симпатичен простой текст, который легко читать, который легко воспроизводить, который легко запоминать. Мозг прямо тает от таких текстов. Поэтому никогда не скупитесь на то, чтобы вам написал текст хороший копирайтер и хороший редактор. Вычистили, вычитали для того, чтобы мозгу клиента ваш текст был симпатичен. Ну и понятные интерфейсы. Если вы предлагаете мобильное предложение, если вы предлагаете зайти куда-то на сайт, если вы предлагаете заполнить какую-то онлайн-анкету, это должно быть симпатично, это должно быть понятно, это должно быть удобно. И тогда клиенту легче согласиться на ваше предложение. Последний принцип социального влияния – это принцип дефицита, который гласит, что наибольшее желание у нас возникает то, что скоро закончится. Конечно же, когда мы приходим с позиции, давайте мы будем поставщиком гаек на ваш завод, давайте мы будем решать проблему покраски вашего оборудования, давайте мы сейчас разработаем для вас сайт или информационную систему, мы понимаем, что никакого дефицита с этим предложением на рынке нет. Но, тем не менее, мы можем использовать правила дефицита или принцип дефицита в разговорах с корпоративным клиентом. Во-первых, если у вас мало времени, не говорите о том, что «Это у вас, дорогой клиент, мало времени, это у меня дефицит, это я очень ценю». Скажите, что «Я сейчас расскажу все очень быстро, потому что меня ждут». Я буду краток, я много у вас времени не займу, у меня следующая встреча. Вы говорите о том, что вы сейчас делитесь своим дефицитным временем. Вы можете ссылаться не на себя, вы сможете ссылаться на рынок в целом, который требует быстрых решений, который говорит, то есть использовать то, что сейчас есть какая-то возможность, сейчас есть какие-то изменения, или в ближайшем будущем произойдут какие-то изменения, можно не успеть. Дефицит может диктоваться средой, а не тем, что предлагает ваша компания или вы лично. Ну и вы можете ссылаться на конкурентов, которые уже стартовали, которые уже что-то используют. И брошенная фраза о том, что ваша информационная система уже тестируется на каком-то предприятии, которое является конкурентом или близким партнером этого бизнеса, уже начинает подталкивать его к более быстрому решению, потому что я-то могу не успеть, а кто-то уже успел. Поэтому принцип дефицита можно использовать даже на рынке с избыточным предложением. Далее, что вам нужно сделать при работе с клиентом? Когда вы собрали о нем информацию, когда вы продали себя, когда вы расположили к себе и с вами хотят работать, нужно еще стать равным этому клиенту. Да, мы часто находимся в более слабой позиции, потому что мы заинтересованы в деньгах этого клиента. Мы продавцы, а они руководители. Мы рядовые сотрудники, а они небожители. Как выровняться с ними? Есть несколько подходов. Начнем с первого уровня, когда мы просто становимся близнецом. Здесь вам помогают стать близнецом с клиентом вопросы, информация, которую вы узнали о клиенте. Чем больше о клиенте вы узнали, тем больше у вас шансов стать с ним на одну волну. Вы начинаете разговаривать об общих интересах, о общих знакомых, о каких-то желаниях. Вы находитесь в одинаковом контексте. Или вы начинаете перефразировать клиента. Или вы начинаете задавать ему вопрос как эксперту. Вы начинаете разговаривать с ним об одном и том же. У вас появляется тема для разговора. Если у вас есть тема для разговора, если у вас есть тема для разговора, кроме вопроса вашей продажи, тогда клиенту интересно с вами общаться. Вы с ним сближаетесь, и вы хотя бы, даже являясь разными людьми, имея общую тему, становитесь хотя бы близнецами в разговоре. Но для этого нужно как можно больше знать о клиенте. И вот здесь, как мы говорили, огромную роль играет способность задавать вопросы для того, чтобы выставить разговор в общем контексте. Второй уровень, когда вы становитесь равным ему. В кавычках равным. У него есть своя супергеройская способность, он Бэтмен, а у вас есть своя супергеройская способность, вы Супермен. Вы показываете о том, что он-то крут в своем, а вы тоже кое в чем круты. Но если вы достигли чего-то, чего не достиг этот клиент, то в его глазах вы становитесь таким же супергероем. Какие есть способы уравняться? Когда вы не такой, как все. Когда у вас есть какие-то особые жизненные убеждения или личные достижения? Ну и что, что он руководит компанией в 10 тысяч человек? А вы знаете три иностранных языка. Ну и что, что у него сейчас костюм слишком дорогой? А у вас пятеро детей. Ну и что, что у него сейчас большой кабинет? А вы пробежали несколько марафонов. Вы можете иметь достижения, которые для вашего собеседника является таким же фантастическим и непонятно как достижимым, как для вас является фантастическим и непонятно как достижимым его статусом. И как только вы стали супергероем в его глазах, вы тут же уравнялись. Еще что помогает уравняться с этим клиентом? Чтение. Когда у вас появляются дополнительные информации, когда у вас появляются дополнительные данные, когда вы начинаете ссылаться на различных авторов, вы в контексте своего разговора начинаете говорить, а вы знаете, вот в этой вот книге вот такого автора этот вопрос решался вот так. О, кстати, а вот в этой вот книге этот вопрос был здорово рассмотрен. Вот я вот рекомендую вот такого вот автора. Вы ссылаетесь на чужое мнение, потому что вы его прочитали, вы с ним познакомились, и опять-таки вы становитесь более продвинутым, прокачанным. Если у вас есть какие-то необычные интересы, вы занимаетесь квилингом, или вы занимаетесь вейкбордингом, или вы занимаетесь метание боевых ножей или вы занимаетесь вышивкой каким-то бисером по какой-то необычной поверхности вы всегда можете об этом сказать и человек скажет вау какой интересный а как этим занимаетесь и вы можете сами стать экспертом когда начинаете делиться этой информацией вот все что сейчас рассказал это вот это вот кольцо всевластия которая дает вам дополнительные способности которая делает вас особенным глазах вашего клиента и это включает дальше перенос правила переноса авторитета если вы крупы в чем-то одном человек вас начинает воспринимать крутым и во всем остальном вы рассказали о том что вы пробежали дистанцию айронмен что такое айронмен поговорить ну это четыре километра проплыть 180 километров проехать на велосипеде и пробежать марафон и все это за один день без перерыва человек вау это вообще возможно ну да вот я это пробежал например говорите вы и он понимает что если вы смогли целеустремленно двигаться таким сложным целям если у вас хватает силы воли для того чтобы решать эти задачи то наверное вы такой же целеустремленный волевой человек в решении остальных задач поэтому не стесняйтесь рассказывать хорошо о себе попробуйте выполнить домашнее задание запишите список 100 фактов обо мне что вас отличает от других людей что является вашей характеристикой попробуйте 100 фактов обо мне сделайте этот список и вам гораздо проще будет в беседе со своим собеседником пусть даже очень крутым собеседником вывести себя на более высокую на более высокую ступеньку далее третий уровень когда вы становитесь еще круче чем ваш собеседник когда вы начинаете делать то что он не может точнее что он сам хотел очень хорошо этот принцип показан фильме история рыцаря где у и джеффри друг рыцаря уильяма был на самом деле круче чем он он решил его задачу сделал ему верительную грамоту он его провел на рыцарские турниры он позволил ему проявить себя он решил задачу которую не мог решить уильям и он в этом плане был круче чем он что вы можете делать за своего клиента что вы можете делать за своего вот такого авторитетного собеседника вы можете чем-то с ним поделиться вы можете сделать что-то за него один мой знакомый рассказывал про то как он вышел на такого корпоративного клиента после разговора с ним услышал что тот хочет написать несколько статей но все у него не хватает времени для того чтобы создать эти статьи и опубликоваться в разговоре он обратил обронил фразу что у него есть несколько выступлений на конференциях которые записаны на ютубе мой знакомый нашел эти выступления отдал их за 300 рублей расшифровать копирайтеру взял эти тексты и на следующую встречу пришел со словами ты знаешь я вот твои тексты расшифровал я их почитал как минимум на 4 статьи у тебя есть материала он сделал то на что не хватило времени желания ресурсов или еще чего-то у клиента он сделал что-то за ним и это делает вас автоматически круче чем тот человек потому что вы сделали то что он хотел но не смог или то что он хотел но у него не хватило времени и помогает ему решить время решить какую-то проблему вы делитесь с ним какими-то своими знакомствами начинаете ссылаться на какие-то знакомства начинаете предлагать свои знакомства для решения этих задач в этим самым становитесь круче чем ваш собеседник ну и быть самому крутым вот еще один способ когда мы пронизываем все уровни и стать близнецом и стать равным и стать круче чем клиент вы постоянно должны работать над собой над своей собственной крутизной используйте модель 3d развития когда недостаточно просто принять какое-то решение подумать когда недостаточно просто начать действовать и получить какие-то результаты вам еще нужно поделиться с другими людьми этими результатами когда вы делитесь когда вы переупаковываете свой опыт у вас рождаются новые вопросы у вас появляются новые поиски информации и вы думаете и принимаете решение на новом уровне и достигаете новых результатов и снова начинаете ими делиться и у вас получается такая восходящая спираль думай действуй делись и то же самое у вас переходит в 3d влияние на работе когда вы можете свою работу переупаковать в консультации кейсы и контент вы проконсультировали человека приняли какое-то решение дали какой-то совет применили это в кейсе посмотрели какие результаты это даст и упаковали это в контент которым вы поделились с другими людьми и тогда вы становитесь все круче и круче и круче ваши кейсы и консультации выходят на новый на новый уровень для того чтобы использовать все что мы сегодня говорили способность знакомиться способность собирать информацию способность располагать себе способность становиться на один уровень вы должны использовать это повседневно, это не нужно переносить только на клиентов, это не нужно использовать только в работе со своими корпоративными клиентами. Со всеми поставщиками, с сотрудниками, с коллегами, с друзьями, с семьей, все время думайте самим собой, каким образом развить эти качества в повседневности. И тогда при выходе на корпоративного клиента, при встрече в кабинетах с новым важным человеком, вам будет легко продать себя, расположить к себе и завести разговор в ту сторону, которая вам нужна. Итак, итоги сегодняшней лекции. Во-первых, нужно научиться изучать клиента и его интересы. Во-вторых, нужно научиться продавать себя, а для этого изучить себя и поставить информацию о себе. В-третьих, нужно научиться располагать к себе, быть обаятельным и привлекательным. В-четвертых, научиться влиять в ходе разговора, понимать, какие ваши действия, какую реакцию вызывают и затем стать равным вашему клиенту. И тогда будет у вас взаимопонимание с корпоративными клиентами, с которыми вы сможете запускать наконец-то ту самую длинную сделку, когда он скажет, ну я не против с вами поработать, молодой человек, я не против с вами поработать, девушка, но контракт-то у нас будет вот через полгодика или через год у нас там будет выделение, но пока мы еще вот решаем и вот на этом вот длинном периоде вам нужно будет сохранить с ним отношения. Но об этом мы с вами поговорим на третьей лекции о разогреве лидов в длинных продажах. А я заканчиваю сегодняшнее выступление. Если оно было вам полезно, то я прошу сделать ответный шаг мою сторону. У меня есть книга цифровая трансформация бизнес-отношений, которая сейчас готовится к изданию. Если вы мне поможете с ее изданием, если вы хотите мне помочь с ее изданием, то тогда вы можете перейти по этой ссылке или по этому QR-коду и стать спонсором издания этой книги, получить в ответ электронную или бумажную версию с моим автографом. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча была очень полезной. Если вы не успели сразу же отправить письмо с запросом сегодняшней лекции, то у вас есть еще одна такая возможность. Пожалуйста, кликните по этому QR-коду телефоном, тогда он создаст письмо и отправит мне заявку. Или просто, если у вас нет сканера QR-кодов, отправьте письмо на andreyssobakov.com.ru с темой маркетинг-влиятельных. И я в ответ отправлю вам эту презентацию и, как помните, статью про отходы производства для доверительного маркетинга. Я готов ответить на ваши вопросы. Коллеги, если есть какие-то вопросы или в чат, подключайтесь, пишите, звоните или говорите голосом. Ну, если вопросов нет, как говорил мой преподаватель, или понятно все, или непонятно ничего, надеюсь, что все-таки первый вариант – все понятно, что нужно делать. В моем случае все эти советы сработали. Я просто рассказывал о том, как действовал я во всех своих корпоративных продажах и что позволило мне выйти из продаж в маленьком городке на Урале и переехать в Москву и работать с компаниями-лидерами рынка. Я надеюсь, что если вы это используете, то у вас будут такие же результаты. Самое главное – не останавливайтесь. Желаю вам успехов. Олег, вам слово, как организатору. Да, Андрей, спасибо большое за выступление. Было насущно, полезно, прям как раз инструктаж, прям как название мероприятия «Инструкция». Так прямо и была инструкция по работе с лидами и контактами с B2B-сферы. Спасибо. Тогда ждем вас на третье занятие и 29 числа в 11.00 всех будем ждать. Хорошо, поговорим про разогрев лидов. Всего хорошего. Пока.